Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, позволяющий россиянам тратить материнский капитал, в том числе на покупку нового автомобиля Документом предусматривается ряд ограничений Во-первых, стоимость машины не более 2 миллионов рублей Во-вторых, мощность двигателя не более 125 лошадиных сил В-третьих, авто должно быть оформлено в общую собственность, включая ребенка В-четвертых, машину нельзя продавать в течение первых трех лет, иначе деньги придется вернуть в пенсионный фонд Трасса 101 На российских дорогах стали чаще гибнуть велосипедисты По данным ГИБДД, за первую половину этого года, в сравнении с тем же периодом 2021-го количество летальных случаев выросло почти на 5%, речь идет о 116 гражданах Травмы получили почти две тысячи велосипедистов, снижение на 4% Рост статистики госавтоинспекторы объясняют увеличением числа людей, передвигающихся на велосипедах Как следствие, среди них стало больше тех, кто нарушает ПДД Трасса 101 Компания Geely обновила компактный кроссовер Coolray, который является одним из самых продаваемых новых китайских автомобилей в нашей стране Однако, когда рестайлинговая модель появится в России, неизвестно Изменений немало Решетка радиатора, бамперы, фары и задние фонари На крышке багажника появился спойлер В салоне разместили большой монитор, который объединяет приборную панель и экран медиасистемы Под капотом обновленного Coolray установили полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 181 лошадиная сила Трансмиссия 7-ступенчатый робот Привод только передний Сейчас заводские цены на кроссовер начинаются от 1 миллиона 880 тысяч рублей Трасса 101 Еще один китайский автопроизводитель решил обосноваться на российских просторах Компания Honki хочет продавать у нас 4 модели, 2 седана и 2 кроссовера Китайцы не собираются изобретать велосипед Они привезут к нам машины, которые походят на другие, более известные автомобили И, соответственно, могут стать их заменой К примеру, кроссовер HS5 рассматривается как конкурент Volkswagen Tiguan Авто оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы Трансмиссия 6-ступенчатый автомат Привод с передней либо полной Трасса 101 А компания Porsche собирается явить миру абсолютно новый кроссовер Для которого выпускаемые сейчас Cayenne и Macan станут младшими братьями Премиальный автомобиль под кодовым названием K1 получит электрическую силовую установку Это соответствует концепции развития фирмы на ближайшие годы К 2025 немцы планируют довести долю выпускаемых электромобилей и гибридов до 50%, а к 2030 до 80% Сейчас Porsche, добавлю, официально продает в России 6 моделей Информации об их стоимости в открытом доступе нет На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok